Многие казахстанцы не получили соцвыплаты, на которые подавали весной. Речь идет о сумме в 15 тысяч тенге на оплату комуслуг. Такую меру поддержки государство инициировало во время режима ЧП, который завершился еще два месяца назад. Почему средства не поступили на счет получателей, выясняла Вероника Боярова. Обещанных выплат житель Шемкента Ренат Садобалдеев ждет вот уже третий месяц. 15 тысяч инвалиду по зрению, ой, как пригодились бы. Он еще в апреле подал заявку на 15 тысяч. Их выдать в качестве помощи поручил президент. 24 апреля я подал, ответ мне отрицательный не пришел на почту. И в итоге я ждал оплаты. Оплата так и не произошла. Звонил несколько раз в эти контактные телефоны, которые были указаны на этом сайте. Даже как бы при Акимате. Ну, говорят, вот сейчас подождитесь, 25 мая и так далее. И таких заявок, как у Рената, тысячи. По Шемкенту было подано свыше 35 тысяч обращений. Из них одобрили чуть больше половины. Но деньги начислили не всем. В данный момент у нас проблема в чем. Подрядная организация, показывающая коммунальные услуги, сейчас у них была система автоматизированная. Они должны внести изменения. Должны в каждой финансе указать за счет государства, сколько оплатили. Вот в связи с этим, с изменением их автоматизированной программы, сейчас задержка происходит. В местной администрации нас заверили, что выплаты будут. И имя Рената Сатыбалдиева присутствует во всех необходимых списках. Правда, не сообщили, когда именно перечислят сумму. В столице тоже ждут денег. После отправления заявки, вот уже сколько, 2-3 месяца, 2,5 месяца прошло, никаких вестей не было. Не приходило ни смс с отказом, вам отказано. Вообще ничего не приходило. Мы только проверяли Кунтулем, там сайт вообще не работает. Ни бот не работает, ни сайт не работает. Сайт на самом деле уже не работает, так как закончены сроки действия компании по выплатам. Но мы проверили, заявки о Сельбе Кшибаевой нет. Возможно, что девушка неправильно оформила заявку. Даже если это так, повторной попытки уже нет. По итогам рассмотрения, гражданам, которые по закону попадали под получение компенсации, они получили компенсацию в размере 30 тысяч тенге на покрытие части коммунальных услуг. Соцвыплату по столице получили почти 15 тысяч человек. В общей сложности им выплатили примерно 450 миллионов тенге. Больше средства никому перечислять не будут. Напомню, такую меру поддержки правительство инициировало в период режима ЧП. Приказ действовал до 25 июня. Вероника Боярова, Екатерина Попкова, Хабар, 24.